Ну что, выдохнуло? Все, все позади. Наконец-то медаль? Да, наконец-то. Наконец-то медаль. Слушай, ведь с самого начала были разговоры, что как раз если есть у госпожи Корстелева и Надежда на медаль, это именно командный спринт. Так это было? Ну да, так. Так, все такое серьезное сразу. Но постоянно были проблемы с напарницей, и вот как-то вот все вот так вот складывалось, что все-таки вот Ира это твоя напарница, но уже вот в полуфинале был же какой-то моментик, да, такой, что как-то сердечко ебкало, как-то вот, а вот выдержит ли Ира? Или у тебя не было таких сомнений? После первого забега у меня было такое, началось. Я после полуфинала спрашиваю, Ира, что это было? Она говорит, ну а что, нормально, я никуда не спешила, я видела, нормально все, я же догнала потом. То есть, но, то есть она считала, что у нее все нормально, а у тебя все-таки сердечко ебкало, потому что ты понимала, что в финале это будет пожестче, да, все. Ну да, но когда мы говорили с ней после полуфинала, я поняла, что вот когда такая же ситуация, можно сказать, повторилась в финале, то есть я это восприняла уже более спокойно, чем в полуфинале. В полуфинале для меня это, конечно, немножко шоком было даже. Ира не объясняла, почему так, что такое, почему она первый, первый свой этап все время бежала так медленно? Разогревалась, она же дистанционщик. Понятно. Слушай, твой папа сказал, что практически все было решено на первом твоем этапе, когда ты пробежала очень быстро и отыграла весь, ну, весь проигрыш. Ты пробежала быстрее, чем Калла, между прочим. Да? Ну, не знаю, как-то так получилось, там уже не следишь, что за временем. В общем-то, на все сто тоже старалась не выкладываться в первых двух забегах. Знала, что последний будет смерти подобен биться до конца. Но ты же понимала, что ты рискуешь, когда ты отыгрывала весь этот проигрыш, ты шла очень быстро, ты же чувствовала это? Нет, ну, когда есть просвет между каким-то, там, вторым, третьим, третьим, четвертым местом, каких-то даже три метра, и, наверное, бывает сократить очень сложно. А в финале у меня ехали достаточно хорошо лыжи, и, то есть, я этот пробел, можно сказать, ликвидировала где-то за равнину даже, не на подъеме. Ну, да, да, да. То есть, создавалось проще, чем догонять на подъемах. Понятно. Кстати, а в полуфинале, там, в один момент ты просто вот что-то на подъеме, что-то встал, это была проблема с лыжами? Ну, в последнем забеге, как на последнем этапе, у меня были проблемы со всем, у меня были проблемы с ногами, у меня были проблемы с лыжами. Это было что-то нереальное, я думаю, так не может быть. Но потом, когда уже, хорошо, что я знала, что у нас есть запас по времени, то есть, нам сказали тренера, потому что я уже перед забегом говорю, у меня ноги, ноги, я бегаю вот с такими глазами, говорю, у меня ноги, всё, я не могу терпеть, иди, есть время, ну, как бы, есть задел, то есть, давай, борись до конца, насколько можешь, всё. И, то есть, я вот как могла, так просто шла реально уже, добегала, так сказать. Ну, вот, как бы, надежды, конечно, были, что мы попадём. Понятно. И хорошо, что мы всё плохое оставили вот именно в этом полуфинале, он как репетиции у нас пошёл. Ну, да. И, кстати, вот свой второй и третий этап, Ира, ты пробежала уже очень хорошо, да, просто по-настоящему вгрызалась просто в эту трассу. Да. И я, как бы, мы с ней разговаривали между полуфиналом и финалом, я говорю, ну, что ж такое? Она такая, Наташ, ты же знаешь, я умру, но я доползу до финиша, я это сделаю, я на зубах дойду. Я говорю, всё, понятно. Да, всё отлично, теперь мы... Да, вопросов больше не имеет. Перед вот с твоим последним этапом, где когда всё это решилось, ты как вот, ты же видела, что какой-то уже шанс появляется на медали, или это ещё было так очень всё проблематично? Перед последним этапом? Конечно, мы уходили третий, но я ещё, я не думала о бронзе, я думала, что мы будем бороться, как бы, я стремилась догнать девчонок, это спринт, бывает всякое. Кто-то упал, кто-то запнулся, кто-то себе палку между ног поставил, то есть, сами знаете, что спринт это непредсказуемая гонка. Да, это ещё, ещё. Поэтому я...